Всем привет! И в первую очередь коллега с злоколюбом. Кому может быть полезен этот тест? Сегодня мы тестируем вот такой вот аппарат. Штиль Nesta 1500. Это середина линейки шкирями инверторных скалолизаторов. Тестировать будем на моей системе. Тест абсолютно субъективный. Главный контроллер Маюша, который достаточно хорошо знает свою собственную систему. Которая состоит из цифронарового преобразователя, холл-спринг, эрго-арматрица с изоленой лестницей в нос режиме. Пассивный предусилитель польского производства. По сути это не предусилитель, а регулятор громкости с электронов ходов. Балансное исполнение. И монорулки от него на гипексах в пятисотах. Это одна из последних версий усилителя D-класса. С приличным буфером на входе. Ну и колонки не пугаются PIONEER 3 и EMS. Идея системы максимальная проворачивая сигнал для прохождения сигнала. Музыкальным материалом я буду использовать то, что под руку попалось и то, что сейчас слушается. Это последний альбом Стивена Луксна. Пятый, шестой трек. Пятый более медленный, с патетикой, вовлекабельный. И шестой такой динамичный, быстрый. То есть это тот контраст, который я обычно использую для тестирования каких-то моментов системы, элементов системы, настроек и т.д. Ну и друг всех радиофилов тропник фазы, который при переключении будет очень необходим. Потому что будем переключать, по сути, три сетапа у нас будут. Эта система как есть. Второй вариант. Подключаем моноблоки через инстаб. И третий вариант. Подключаем цифровые источники через инстаб. А моноблоки возвращаем напрямую на выделенную линию 4 квадрата через автомат 25 ампер. И потом попробуем итоговый вариант. Все вместе через инстаб. Правда, будем использовать вот обычный бутовой удлинитель. Понимаю, что совсем не пулистки, но что на данный момент есть. И я думаю, что в реальной основании будет именно динамик. И я смогу это вычленить при анализе качества звучания и изменения звучания. Ну что, начинаем с системы как есть. Включаем первый трек. Медленный, красивый, патетический, что велся в себя хорошо мне делать. Медленный игроку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас у меня в сети на входе 245 вольт, на выходе 220 вольт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 провал по вертикальному разрешению, но воздуха нет. И самое главное, что-то появилось в зоне ВЧ, какой-то дискомфорт от звучания. Медленная вещь. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. И что-то в итоге в звуке дезинтегрировалось. Ну и то же самое пропала динамика, вертикальное разрешение сцены упало. Вообще не здорово. Ну что, сцена номер 2. Вся слабая точка, источники. Сцена номер 5. Внутри этого нет ничего активного в цепи, но тем не менее цифронологический преобразователь и транспорт подключены через инсталь. Моноблоки снова напрямую от розеток. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 5. Медленный трек номер 6. Медленный трек номер 5. Но это невозможно слушать. Все, что было во втором сетапе с подключенным моноблогой через усталь, такое ощущение на порядок усиливалось. То есть вот эта дискомфортная составляющая звуки, которая буквально этот мозг наизнанку выворачивает, это самая дезинтеграционная штука, которая мешает слушать музыку по сути. Динамика еще сильнее упала, сцена обвалилась по сути, вертикально все сжалось и упал нахуй. Такое впечатление. Поставим динамичный крайк. Все то же самое, как с первых паров, вот и гвозди в голову забивают. Нечудно в данном случае совсем. Пробуем подключить целиком все через инстаг. Вариант номер 4. Все элементы системы подключены через инстаг. Сиди у нас стоял на паузе, поэтому став же место будет очень интересно и контрастно услышать, что в итоге поменяется. Сиди у нас стоял на паузе, что в итоге поменяется. Ну что, интересная метаморфоза. Когда подключили все через инстаг, получилось на самом деле лучше, чем каждая из частей по отдельности. Такое ощущение выдоха. Когда эта напряженность в звуке ушла, то, что шершалевый звук, извините за слэнк. Такой выдох, все играет, слышишь, можешь слушать без дискомфорта. Все нормально. Сейчас пятый проект. И что самое удивительное, динамика улучшилась. Хотя до этого, в предыдущем сетапе, вроде бы моноблоки были напрямую в розетке, что обеспечивает максимальное, минимальное сопротивление сети, лучшие условия для моноблоков с точки зрения дентинфактора. Но вот мы покручили сейчас через химический удлинитель моноблоки и динамика улучшилась. Вот это, да, действительно метаморфоза. Пятый трек. Немножко и промотаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, действительно лучше, чем в предыдущих двух вариантах, когда через места подключаются моноблоки и предварительные части. Ну, теперь попробуем все вернуть назад и на контрасте сравнить с исходным вариантом. Ну что, возвращаемся к исходному варианту. Сейчас начнем с трека 6. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, этот вариант, наверное, все-таки лучше, чем даже предыдущий вариант с метаморфозой и улучшением. Лучше динамика, лучше разрешение, наверное, сцена не хуже, в целом устоятии лучше. Наверное, тоже самое будет и с пятым медленным треком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, это я определенно лучше. Больше воздуха, больше разбойчивости, более ощутимые и естественные пространственные эффекты. Ну и тембрально, конечно, это более интересно, более естественно. Что в итоге имеем? Какие выводы? С нашим инстаграм подопытным 1500. На самом деле, первый вывод. Ну что, какие выводы можно сделать на результатный рост субъективнейшего тестирования? Поэтому инстаграм 1500. Первое. Вау-эффекта нет. На самом деле, если прибор работает, то вне зависимости от тех нюансов с тройниками и так далее, вау-эффект должен быть. Его нет. Второе. И, наверное, самое важное в этом случае, это влияние прибора на внешнюю сеть. То, что до него. Это очевидно из этапа 2 и 3, когда подключались отдельно моноблоки и отдельно источники. И когда явно было слышно ухудшение звука. Это важно для тех, кто будет подобные приборы использовать не для ауди, а где-то в других местах своего жилища. Скажем, для газовых котлов, для которых часто и активно продвигают этот прибор. То есть установить прибор для газовых котлов, вы можете получить некую бяку для своей ауди системы. Ну и, наверное, третье. Безусловно, все зависит от качества сети. В моем случае, наверное, сеть не так все трагично. И высокое напряжение, повышенное напряжение, которое как раз нужно для ауди системы современных приборов 230-240 В. Ну и, наверное, грязи не так много. В каком-то другом случае данный прибор может показать себя намного лучше. Ну и, напоследок, все-таки попробую, наверное, еще его конкурент и лидер. Тоже 1,5 кВт-амперный вариант. Говорят, у лидеров все намного более качественно получается. По крайней мере, в среде аудиофилов я знаю, что у меня хорошая репутация. Итак, всем привет еще раз, хорошего звукоизвлечения и удовлетворения от своих аудиосистем. Всем пока. Всем пока. Всем, коллегам, пока. Я буду очень рад, если кому-то эта информация окажется полезной. Получать наслаждение от своих систем. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok